В описании к видео вы можете найти временные метки, нажав на которые переместитесь сразу в соответствующую часть ролика. Внимание! Данное видео не призывает к употреблению алкоголя в любом его виде. Все, что вы видите на экране, выполнено профессионалами. Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня наконец-то у меня зашли руки до 21-летнего старого монаха. Это ром из Индии, называется он Old Monk The Legend, поэтому очень долго я хотел его попробовать, и вот наконец-то это случится. Объем бутылки литр, цена его где-то 2200, надеюсь он будет вкусный. Это последний из старых монахов, который я не пробовал, тот, что можно встретить в продаже в России. К сожалению, в Индию никто из моих знакомых не ездит, и привезти оригинального старого монаха никто мне не может. Очень жаль, но, возможно, это будет последний старый монах, который я пробую. И после этого, наверное, я все-таки сравню их все четыре версии, то есть белый, обычный, 12-летний и 21-летний. Что ж, давайте посмотрим. Поставляется он исключительно в коробочном варианте, то есть подарочная упаковка. Очень красиво все сделано. Бутылка в виде головы. Ну, здесь за одну бутылку, мне кажется, рублей 300 они отдали. Дата, кстати, производства. Можно найти ее на российской этикетке внизу. В моем случае это 01-02-2023 года. Выдержка 21 год. Ну что ж, сразу нальем, наверное, не будем оттягивать. Пробка, кстати, используется металлическая уже, не как в обычном монахе, пластиковая. А, наверное, такая же, как в белой версии старого монаха. Итак, я налил. Пусть чуть-чуть постоит, подышит. После этого мы продолжим. Ну что, напиток постоял. Крепость его, кстати, 42,8 градусов, как и во всех остальных версиях старого монаха. Давайте попробуем уже. Очень приятный запах. Естественно, очень похож на обычного старого монаха. Но добавилась какая-то сливочность. 12-летний был мягче, чем обычный. Не знаю, этот будет мягче или нет. По идее, 21 год должен быть, по-моему, посуровее. Но сейчас мы это узнаем. Ну, честно говоря, вкус стал, по-моему, менее насыщенный, чем в том же обычном старом монахе. Но достаточно приятно. Очень обжигает. 42,8 градусов. Вкус примерно такой же. То есть это карамель, наверное, чуть-чуть кофе. Ну, вот здесь вот еще появилась какая-то сливочность. В принципе, больше ничего. Переплачивать я не думаю, что есть смысл за него. То есть, если вас устраивает обычный старый монах, можно брать и не париться. Там даже, наверное, он повкуснее чуть-чуть. Хотя надо, конечно, делать прямое сравнение. Может быть, тогда и все встанет на свои места. Пока он достаточно вкусный. Ну, вот, кстати, не такой сладкий. Сладости стало меньше. В напитке спирта по-прежнему не чувствуется. Отлично пьется. Отлично. В принципе, можно, наверное, на этом подводить итоги. Хотя, я думаю, и этот мы сейчас разбавим колой. Что ж, давайте попробуем. Вжух, кола в стакане. Давайте пробуем 21-летнюю версию старого монаха с колой. Запах стал, кстати, более карамельный. Немножечко ванильный. Очень приятно. Пахнет, в принципе, как и обычный старый монах. Здесь без каких-либо сюрпризов обошлось. Давайте попробуем. Сколы, мне кажется, вообще один в один. То есть, без прямого сравнения здесь, наверное, и не понять, что лучше, что хуже. Но, по крайней мере, это тот же старый монах. Мы поставим ему оценку. Вот, ну, я не знаю. Литровый за две с небольшим. Но это, наверное, семерочка. То есть, я не знаю, что я жду, конечно, от Рома. 21-летнего. Но вот с 7, ну, может быть, 8 из 10. Очень вкусно, очень приятно, очень радует. Все, кроме цены. Ну, с другой стороны, цена за 21-летнюю версию не может, наверное, уже быть ниже. Не знаю, как они делают именно 21 год выдержки. На самом деле, они его выдерживают или все-таки искусственно старят. Но Ром отличный. Отлично пьется. С колой, без колы. Ребята, рекомендую. Это мой любимый Ром. И вот это его последняя версия. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Будет интересно. Подписывайтесь на канал.